здравствуйте зрители моего канала и сегодня такая для пчеловодов очень интересная тема может быть там кто-то кинется меня свистывать но тем не менее ульи и битум мне вот пришла в голову такая идея ремонтировать ульи битумом и тут некоторые там старый пчеловод один который уж там больше 50 лет там держит пасеку прям вон что ты удумал там начал критику ну что такое битум там гудрон как правило это или природные ископаемые которые вот на поверхность выходят как битумы природные или гудрон получают опять же путем переработки нефти во время вернее переработки нефти то есть это опять же нефть ничего такого как бы ядовитого в нефти нет мы пользуемся бензином керосином и там таких ядов каких-то это органическое соединение таких ядов в нефти не содержится но я тут отошел в сторону и так а для чего же нужен битум ну вот пример старого улья который я в том году приобрел и вот обратите внимание вот на повреждение хотя бы вот это повреждение сейчас я приближу вам покажу вот такое вот типичное повреждение ну конечно хороший умелый плотник может тут выдолбить долотом на клей вставить здесь заплатку или тут еще как-то может быть на гвоздях эту заплатку но зачем мучиться берете битум разогреваете и прям вот здесь все это заплавляете битумом и поверьте что настолько это вот будет хорошо все вписываться вы из этого из кускового битума сможете придавать как из пластилина любую форму чтобы он как бы сцепился с деревом достаточно тут паильной лампы чуть-чуть так вот пройтись он все когда он стоит мягкий начнет течь можно вот прям потом чуть остынет формировать пальцами вылепили опять вот эту всю геометрию все и он герметичный влага здесь не будет никоим образом проходить потому что как бы битум есть битум но идем дальше вот здесь вот вы видите три лежака из пяти которых я вот тоже в том году приобрел и вот только вот этот он сделан из дерева и он относительно добротный то есть он деревянный но а что касается вот вот этого лежака этого еще двух которые тут просто сейчас не видны но которые уже были до этого покрашены битумной мастикой у них были я даже сейчас вам буду показывать чтобы вы как бы все наглядно видели одну минуту сейчас я возьму камеру со штатива и покажу вам что там внутри вот смотрите здесь были такие ужасные щели что там можно вот мой мизинец было засунуть вот в эти щели и вот это вот то что стало с ульем после покрытия битумной мастикой и вот эти стенки вы думаете это дерево нет это не дерево эти улья честно я вам скажу но если прям честно сказать конечно это говнецо но не буду так его хаять его постараюсь их довести до ума но они не деревянные они набитые то есть их и набили не знаю что там внутри но здесь вот было вот двп причем это двп начала облазить и и она училась мне пришлось саморезами вот крепить чтобы его не получила потому что получили эти стенки эти и эти то есть это вот было во всех четырех ульях они видите однотипные вот один вот второй и вот то тут только поменьше но тот деревянный пятый этот поменьше на 18 рамок кажется эти где-то на 22 рамки так вот были вот очень очень большие щели как заделывать щели то есть берется разогревается кусок битума когда он становится более пластичным нужно катать из него такую длинную колбаску в виде шнура потом в эту колбаску вот так вот берете и начинаете пальцами у так конопатить 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 вот когда вы этот предельно законопатили в эти щели паяльной лампой вот начинаете разогревать и она тут расплавляется и затекает вот в эти в щели вот когда заделаны щели потом просто уже у меня была вот эта вот купленная бочка битумной мастики я все вот это покрыл то же самое здесь вот если этот взять улей такая же проблема были щели вот такие же большие ну щели были вот во всех четырех были щели и здесь вот было гниение древесины после того как покрыта битумной мастикой ничего этого нет причем если кто-то скажет что вот пчелы не сядут вот в такой вы знаете у меня вот с того года был покрашен один именно рой выбрал именно его и сел именно вот покрытый битумом улей но он был додан такой двухкорпусный но не лежак ну какая разница то есть я сейчас начинаю уже и эту технологию применять в своих до данных в до данных таких вот ну двухкорпусных до данных но в принципе она и для рута естественно подходит и лично я вот очень доволен буду ее использовать и битум это природное средство ничего в нем химически такого прям зловредного нету обычная смола что касается пчел поделюсь своим как бы опытом прекрасно они живут на такой поверхности им все это нравится очистите легче личинки моли меньше ну она такая конечно живучая что она грызет и даже и битум но в меньшей степени но грызет немного она через битум все равно старается добираться до дерева и опять же навести тут порядок достаточно там вот где какой-то погрызну взяли опять промазали и все опять как ну уже так вот будет как первоначально плюс убираться легче тут можно даже битум на это даже протереть какой-то мокрой тряпочкой если там что-то такое с каким-то антисептиком вот а пчелам очень нравится они прекрасно на такой поверхности находится и опять же пчела она живет на рамках на 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 сотах она живет на сотах и по этой поверхности по сути она только на эти сотые в гнездо ходит носит там пыльцу носит нектар вот и поэтому там они не живут на стенке они не живут на дне они только вот по определенным надобностям там проходят поэтому что касается таких поверхностей очень очень я доволен всем рекомендую опять же если кто-то там покрутит там у виска и скажет вот там какой-то идиот чего удумал ну не используйте как бы это ваше дело долговечности улью битум придает если еще снизу днища вот так покрывать то у ли вообще будет служить очень долго и я отговорил здесь вот все это было гниющее влажная двп которая пучилась а теперь это вот стало вот уже гораздо более как бы вот такой вот хорошей поверхностью который не будет уже вбирать влагу вот так не будет вот это гнить ну и по вот здесь вот был скол вот видите скол это вот пока я еще как бы не сделал финиш на ну сейчас и уже вечер холодная погода но когда вот например если вы чуть разогреть можно вот так вот подлепить и поверхность будет ну гораздо вот более ровная и и вот здесь вот вот видите он сейчас твердый твердый на солнце он размягчается а вот в гнезде когда закрыта крышка он вот твердую форму принимает и можно любой скол им заделывать ну вот тут тоже это просто как бы первоначально был тут скол заделана так надо еще вот подмазать вылепить по уровень вот с этим и он будет вот так форму держать поэтому я и говорю что можно если у вас какая-то дыра там изнутри снаружи не бойтесь берите и покрывайте ее битомом расплавленным битом вот здесь вот например это такой улей самый лучший он деревянный но у него тут была проблема у него вот здесь вот был вот такой вот место ну где вот тут было углубление я просто залил это битум вы видите вот теперь никакого углубления нет то есть вот здесь вот это вот магазинная надставка тоже вот было здесь углубление так как показать то лучше вот тоже все залито битумом ну и вот все будет служить вам долго не бойтесь попробуйте на каком-то одном своем улье и вы поймете что технология очень хорошая она продлевает срок жизни наших ульев а это очень важно для пчеловода потому что об ульях нужно заботиться только раздолбайный пчеловод будет ставить на землю ульи не будет их красить не будет на них ухаживать ремонтировать но у таких пчеловодов и пчеловодство недолго а чтобы как бы улей служила служил десятилетиями надо вот его ремонтировать и в таком ремонте как я уже говорил очень помогает битум то есть вы покупаете кусковой битум вы им заделываете кусковым он в брикетах продается им заделываете вот такие всякие сколы там какие-то щели какие-то гнилые места а битумный мастикой вы просто красите стенки опять же если хотите вы кусковой можете растворять в бензине и быть тогда там какой-то у вас будет экономия ну хотя я все равно цена бензина цена этого брикета там все равно ну все равно будет там возможно в половину там меньше чем бочка битумной мастики ну так что можете разводить кусковой битум и вот получать также эту мастику но я очень рекомендую вот у меня уже год опробовано и как я уже еще раз говорил повторяю у меня вот рой именно зашел вот такой улей пчелы любят черную поверхность потому что она ну как бы тепло больше вбирает и она более теплая черная поэтому они любят очень сидеть вот рой очень любит сидеть на темных сотах и поэтому вот такая черная поверхность им тоже очень нравится ну и напоследок по данной теме я скажу что вот некоторые будут говорить как же битум он там синтетические из нефти его получают а посмотрите что происходит пчеловодстве во все уже применяют пена ульи и ладно там еще которые там фанерой зашиты какие-то эти пеноплекс там внутри а вот я был как-то в магазине в этом году смотрю там покупают корпуса из пенопласта но это такое говно вот если откровенно сказать которое все хлипкое и под действием солнца все это развалится и образует микропластик поэтому я против таких у лев пенопластовых и лучше пусть вы купите старенький улей и его почините с помощью битума он будет служить и служить потому что с помощью битума можно такие места починить как и какие-то гнилые места как трещины как сколы все это элементарно битумом исправляется и у ли будет служить и служить а я еще у своих ульев хочу снизу вот это дно все тоже промазывать чтобы влага меньше тянулась в дерево они у меня стоят на покрышках но тем не менее то есть вот снизу дно будет тоже промазываться битумом поэтому это я вам рассказал то что что я вот на практике сам испытал что мне понравилось потому что вот но такие различные трещины сколы но чем-то другим можно конечно применять там и и другие материалы там и какие-то мопилки с клеем но это когда трещины там более большие а битумом все это настолько легко исправляется и поэтому я всем пчеловодам рекомендую ну а на этом я прощаюсь пишите комментарии очень интересное ваше мнение я думаю что будут много и гневных всякое будет там много каких-то таких оскорблений что там что чего удумал но тем не менее я считаю что это такой прям очень серьезный шаг вперед использовать битум в пчеловодстве и надеюсь что другие пчеловоды попробуют и потом как бы вот это вот такой вот мой метод применения битума в ремонте ульев они опробуют сами и тоже будут его потом хвалить и пропагандировать а на этом я прощаюсь подписывайтесь на канал до свидания